В период Великой Отечественной войны Смоленская область была оккупирована немецкими войсками. Уже через год после начала боевых действий отдельные территории края, около 10%, были избавлены от вражеского гнета. Но по-настоящему свободной Смоленщина стала только осенью 43-го года. Последними были освобождены города Ростов и Смоленск 25 сентября. В преддверии героической даты 24 сентября на Кургане Славы, вопреки непогоде, загорелся вечный огонь. Сюда, невзирая на ливень и порывистый ветер, пришли представители администрации, организации и предприятий города, сотрудники полиции, чтобы возложить цветы к месту памяти и скорби. После Кургана Славы с этой же миссией процессия переместилась в село Якимовича. В период оккупации здесь действовал фашистский концлагерь для советских военнопленных. А теперь на его месте появился памятник, открытие которого и приурочили к Великой Дате. За наши Якимовича в годы войны погибло около 20 тысяч человек. Вот представьте себе, на сегодняшний день в Якимовиче живет 1400. На каждого жителя Якимовича, вот вы сами понимаете, где-то порядка 8 человек отдали свои жизни, чтобы мы могли жить. Мы не должны вот про это забывать, чтобы наши дети и наши внуки помнили. Мемориал появился благодаря инициативе коммунальной организации МУПККП. Под руководством ее директора Андрея Чуравцова прошли основные работы по реализации проекта. Идею поддержали глава Десногорска Андрей Шубин и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Последний же, по словам Андрея Чуравцова, внес ключевые идеи в оформление памятника. Здесь были военнопленные, здесь была пересылка, здесь стояла комендатура. Очень много погибло мирных жителей, также и военнопленных наших. Здесь очень много сильно бесчинствовали, конечно, фашисты. Поэтому это место было определено еще в послевоенное время. Получилось достойно, память для нашего поколения оставлена. Будем следить, дальше облагораживать территорию. Лаконичный стиль, строгий и сдержанный вид. Черный гранитный камень, а на нем белыми тенями вырисовываются колючие границы лагеря, в которых мучили советских солдат. И голубь – символ мира, которому тянутся руки сотен замученных пленных, как к свободе, которую многие из них так и не смогли обрести. В районе этого места находился барак, который был окружен. А вот здесь вот мельница была и колодец. Куда расстреливали под этим дубом, вот, расстреливали. Тут военнопленные были, потом местные жители. Партизанский отряд, тут действовал имени Сергей Лозо, и тоже партизан сюда, ну, который ловили. А здесь тоже у них было, говорят, очень много тоже лежало труппу, просто неопознанно. А потом их уже уковечили, братскую могилу создали. На открытии памятника также присутствовали школьники. Ребята, которым в будущем предстоит беречь память и заботиться о мемориале.